По большей части, благодаря вам, я таксист, который переехал в Питер в 2014 году и жил год на 13 тысяч рублей в месяц, спустя 7 лет стал миллионером. Вот такая история. Александр Михайлович, в чем секрет? Как выстоять в такой ситуации, когда ты теряешь все? Это его секрет, это секрет. Я там не так сильно много сделал, не могу на себя взять кредит, просто, наверное, в тот момент там для него был и папа, и мама, человеком, которому он, конечно, поплакался, и часто такое бывает, очень много студентов там приходит поплакаться. Вопрос один, у этого человека есть стержень внутри. Он абсолютно никакой там не специфический, ничего в нем такого общего, узкого, целенаправленного нету. Скорее всего, просто этого человека был стержень. То есть, мало того, что там его побило в трейдинге, он потерял компанию, у него была очень большая компания, потому что они много лет ее выстраивали. Там, говорю, человек написал, он тоже бывший таксист, и все, по сути дела, разбились все мечты, денег не было, бизнеса не было, была куча долгов, кредиты. Просто у этого человека, видно, есть стержень. По-другому это не назовешь. Это только стержень. Он либо есть, либо его нет. Либо вы его в себе воспитываете, добываете, достаете, либо вы как все. В чем суть этого стержня? Как его распознать? Человек должен понимать, что будут передряги по жизни. Это предельно просто. Вот он там еще не все написал, но вначале он сначала пошел работать на такси. То есть, он пошел на такси, потому что надо было элементарно просто на покушать, зарабатывать деньги. Он пошел работать на такси и потихонечку начал обратно вылезать. Представляешь, когда из-за выражения, где взяли кувалду и пизданули тебя по голове, по-другому это не назовешь. Обратно прийти, обратно, ну что такое, ну разок можем от там заругаться, скажет Герчик не настоящий. Когда тебя просто оглушили, и ты должен обратно встать, и там идти в заданном направлении, это крайне тяжело. Я думаю, что на это способны, ну вот реальные единицы. Я понимаю, что люди, наверное, хотели бы задать вопрос, есть ли какая-то волшебная таблетка? Ну конечно нет. Ну конечно нет. Ну вот элементарно, там не буду рассказывать, но вот у нас с вами тоже были передряги. Мы вставали дальше и шли, а что делать? Это и, наверное, отличает человека, который победитель от всех остальных. Люди должны понимать, что неудачная сделка – это часть прибыльной. Это нормальное явление. Нельзя все это убивать и кусать. Но опять же, эти вещи в себе надо воспитывать. И этот человек смог просто разобраться в себе. Кто-то ходит к психологам, кто-то ходит к психотерапевтам, кто-то себе что-то ищет, кто-то бухает, кто-то торчит на наркотиках, кто-то еще что-то. А кто-то что-то добивается в жизни. Допустим, если человек оказывается в такой ситуации, вот что ему делать? На что ему в первую очередь акцентировать внимание? Ну уже ты думаешь, что у меня есть волшебная таблетка, что делать? Я не думаю. Мне интересно ваше мнение. Я понимаю, что у каждого свой какой-то момент. Как можно вообще здесь мнение не существует? По одной простой причине. Человек должен знать свои сильные и слабые стороны. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Иван знает свои сильные и слабые стороны. Самое главное – иметь хорошего партнера. У него амбиции хватает на нас двоих, а я его просто поддерживаю, закрывая толы. И все. Он как локомотив. И ты думаешь, что у меня есть какая-то проблема быть сзади и подбрасывать в топку дров? Абсолютно нет. Есть люди, которые всегда вот хотят первым быть. Для них очень важно, чтобы вот он номером один был. Мне абсолютно, я никогда не хотел быть первым. Я никогда не хотел быть лучшим. Я хотел делать свою работу хорошо. Вот некоторые люди, они очень любят быть начальниками. Им нравится руководить, командовать. А я не могу, я даже людей никогда не могу уволить. Я чересчур мягкий человек для руководителя. Поэтому если я чересчур мягкий для руководителя, значит я не должен руководить. И все. Люди это должны понимать. Но людей вы чувствуете. Я в своей жизни провел 7000 персональных интервью. И практически никогда ни в ком не ошибся. Вот когда у меня был тульский офис, у меня ни один человек, который работал у меня, от меня за 7 лет не ушел. Ни один. Я сижу и думаю, я думаю про маму как раз и относительно того, что стержень. Что формирует стержень? Семья? Родители? Меня очень любили в детстве. Да. Мне повезло. У меня был очень строгий отец. Безумно строгий отец. Очень строгий. Который заложил определенные вещи. Например, любишь, не любишь, ответственность есть. Вот ты взял, например, семью, как Илон Маск правильно сказал. Все, ты взял семью, ты за нее отвечаешь. Что ты за детский сад? Ну, папа вообще не понимает такие вещи. Например, Илон Маск сказал одну вещь. Мы обязаны нашим детям. Они же не просили, чтобы мы их рожали. Поэтому, если у нас родился ребенок, пожалуйста, будьте любезны. А мама меня просто любила. Вот просто вот. Мама просто любила меня. И бабушка меня безумно любила. И баловали меня. Мама очень баловала. Я могу там стать и сказать, я не хочу в школу идти. Мама сказала, не хочешь, оставайся дома. Тем не менее, я не вырос каким-то там выродком или наркоманом, как тогда говорили там. Мама приучала всегда, что надо уметь деньги зарабатывать. Что деньги это не зло. У тебя есть деньги, ты пошел, купил то, что ты захотел. Это нормально. Это хорошо. Должно быть желание хотеть зарабатывать деньги. Мама всегда меня поддерживала. Всегда. Что бы я ни сказал. Даже в ситуациях, в которых да и был неправ. Мама меня поддерживала. Бабушка меня, меня и сестру. Просто какой-то безусловной любовь. Ну, такая любовь должна быть. Детями к внуку. Безусловно. Да, просто простая безусловная любовь. К деньгам очень спокойно отношусь. Я понимаю. Когда ты постоянно думаешь, что о деньгах, ты забываешь все остальное. Хорошо. Вопрос серьезный. Как мотивировать людей на работу и на учебу? Никак. Невозможно. Они сами должны мотивироваться. А можно как-то подвести? А если это ребенок и нужно его все-таки замотивировать? Надо объяснять. Детям нужно объяснять. У детей понятие материальное блага, деньги абсолютно другое, чем у взрослых. Ребенок сразу начинает думать. Ну, то есть, как говорят в Америке, что детей и взрослых разделяют только стоимость их игрушек. Что, в принципе, правда. Вот я Диму вчера встретил, он говорит, я хочу пилотом стать. Ну, получить лицензию пилот. Мне, например, никогда не хотелось там летать или там пилотировать какой-то. У каждого человека есть что-то, ради чего он готов работать. Вот когда ваша мечта такая прям большая, вы начнете ради этого работать. Все. Если ваша мечта маленькая, ну, естественно, вы и столько зарабатывать будете. Знаешь, как в Грузии говорят. Как? Самое главное, чтобы ваши желания, ваши мечты охеревали от ваших возможностей. Здесь вопрос один. насколько вы чего-то сильно хотите, что вы готовы для этого сделать. Есть какой-то совет, который бы вы дали своему сыну с высоты из ваших лет? Да. Какой? Надо делать то, что любишь. Либо иметь правильного партнера. Принято. Надо обязательно делать то, что любишь, потому что в какой-то момент ты начнешь разочаровываться и все, ты себя съешь. Лучше перестрадать. Лучше перестрадать. Я когда пришел в трейдинг, я же не знал, что я трейдинг полюблю. На каких жизненных ошибках стоит учиться? И как вы вообще относитесь к ошибкам других людей? Боитесь ли ошибаться сами? И каких ошибок не простите? Я считаю, что человек не учится на чужих ошибках. И на своих очень мало тоже кто учится. Илон Маск, знаешь, как сказал тоже феноменальную фразу? Он иногда говорит и простые, но очень умные вещи. Он сказал, что если вы сделали одну ошибку, ничего страшного. Но если вы сделали одну и ту же ошибку второй раз, вам стоит задуматься. Знаешь, как грабли один раз ударили и грабли второй раз ударили. Все. Умный еврей два раза на ограбление наступает. Ты понимаешь, что ошибки это абсолютно нормально? Вопрос один стоимость. Если ты, ну давайте по простому скажу. Вот у нас с Иваном есть много проектов. У нас есть проекты крупные, есть проекты мелкие. Вот если мы знаем, что мы идем в мелкий проект и мы просчитали риск, я говорю, ну ничего страшного, давай попробуем. Но если мы идем в крупный проект, то риски, если честно, просчитываются абсолютно по-другому. Там потерять 25 или 50 тысяч долларов на проекте, ты должен, ты никогда не знаешь, что стрельнет. Бывает такое, что ты сделал проект за 50 тысяч долларов, он стоит миллион. Ты не всегда будешь умным. Но когда цена ошибки дороже, естественно, нужно получше подумать. Поэтому здесь вопрос один. Ошибки это нормально? Ты можешь их совершать, ты можешь промазать. Самое главное, чтобы там, если идет большая череда ошибок, что надо остановиться.